друзья здравствуйте снова в домашней студии николай николаевич литкевич и лицан коломейцев добрый вечер пожалуйста напишите как нас слышно видно что мы приступили к вещанию сегодня у нас быстренький обзор и порассуждают еще раз здравствуйте напишите как нас слышно видно чтобы мы начали исполнять свои обязанности перед монитором принципе приветствует вас от черник молодец постоянная наш зритель и подписчик конечно привез к лицу да ну что приступим к тому новому ряду который у нас сегодня появился и все время радостнее и радостнее кстати когда мне совсем уже тревожно на душе идем не знаю к чему что делать дальше тоже непонятно ну что его делать начнем с такой хорошей новости что сегодня стал известен человек который помог этой бабушке которая проживала в конюшне это оказался сергей уважаемой тобою мною парень парень сюрприз и парень такая откровенность это сергей шнуров который является руководителем группа ленинград и ты понимаешь вот шумом если это человек но служу человек конечно не однозначно но все равно притягивают многих ну калашников 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 который был на этой передаче почему тоже не пожертвовал бабушки и даже хотя он имел возможность думаю поговорить и зубернатором чтобы выделить какое-то жилье более реально и судя потому что 500 тысяч хватило бабушки на двухкомнатную квартиру со шесть квадратных метров это не такие большие деньги даже для областного бюджета который понятно это которая необходим для того чтобы людей сделать счастливым после 30 лет выживание на конюшне ну скажем спасибо сергею шнурову за его позицию забавайте более что человек вообще в брянску никаких а никакого отношения не имеет обидно обидно а кандидат президенты там сейчас расцветет и как бы что-то вообще не видно как и предполагалось куда-то исчез как ему поручил жириновский курировать питерское отделение жириновцы так что друзья идем дальше ну что хочу сказать вот это бравада по телевизору которая происходила она показала как мы импортозамещаем все на свете на так у нас успех и что это повлияло с лучшей стороны на нашу страну и вот такой такое заключение что оптимизируем мы оптимизируем николай николаевич мы свою медицину объединили хоть мы уже и говорили помнишь когда борис кусков еще был он житель дядьковского района тогда говорили что будут объединять вроде как дядьковскую и жуковского больницу казалось он был неправ тогда месяца мной объединили сегодня жуковскую больницу и рогнединскую и больницу районную объединили брянского района и жирятинского и вот скажи Нет, пожалуйста. Я напоминаю, что Афоня Киселев, это представитель президента у нас в Брянске, он сам родом с Рогневицкого района. И он, помнишь, говорил, что он гордится своими предками, самое главное, он гордится собою, своими детьми. И вот те предки, которые являлся его отец, дядя, в честь которого его назвали Афанасьев, который погиб в 18 лет под Волгоградом и Сталинградом, вот они строили бесплатную медицину. А как ты сейчас вот увидишь, что нужно будет с Рогневина ехать в Жуку по таким специалистам? И самое главное сейчас, самое главное, сказали, что мнение произошло из-за нехватки специалистов. У нас нехватка специалистов врачей даже в Брянске существует. Вот как ты думаешь, человек болеет, а вот его положили в Жуку по Рогневина, и как ему, к тем специалистам, к его родственникам ехать? Ну, там Рогневский район и в советское время, он не блистал там особо и не доехать, и не добраться. Я вот опять же случайно по другому вопросу, то есть тут вот попалась информация совершенно официально, что 43% оказывается психдиспансеров и психбольниц с 2005 года по 2014 в России уничтожены. А теперь вот народ удивляется, с чего все эти клиенты бродят там по улицам, режут там кого не по пути и так далее. Это как бы так, может быть, более такой яркий пример. Ну, а по другим болезням, опять же, статистика, я думаю, будет через некоторое время вообще ужасающая, потому что постепенно, постепенно, постепенно это все запускается, 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 и потом уже, ну, я не знаю, к знахам будут обращаться. Николай Николаевич, а вот бабки поведухи на дому, мы, к сожалению, уходим, вот, благодаря вот этой церковности и благодаря не дноу-трофтилограмм вперед, а идем куда-то назад, когда будем сами себя лечить и заниматься самолечением. Ну, потому что лекарства большинству населения, они уже не будут недоступны чисто материально, потому что цены, препараты в основном у нас импортные, доллар имеет свою цену, а нищенская заплата и пенсия, она имеет место быть сегодня. Поэтому вот я во фоне Киселева хотел бы спросить, если бы родители его, да, подожили бы на мир, они были бы довольны в той ситуации, в которой он является одним руководителем, и которым, по крайней мере, может быть... Внимательно свои обязанности выполняет за зарплату немалую, которую ему платит государство, вы все в наших видео видели, а в принципе, вот, по сути дела, музыкант, который такие вот вещи иногда неоднозначно и показывает, там, какие-то попойки, выходки и прочее, он оказался более внимательным и гораздо более человечным. Чувствительным. Да, и который вообще, как бы, он не отсюда, то есть какое ему дело, вообще там, да, конкретно Брянской области, да, какой-то старушки. То есть, но он, он почему-то в стороне не оказался, а вот эти все, с позволения сказать, государевые люди, которые, которым в должность, вот, вменено этим заниматься, это вот его должность, он представитель президента, даже если там где-то кто-то за такими вещами не досмотрел, он должен был вмешаться, там, решить вопрос, разрулить. Но, оказывается, так может у нас-то, да, я не знаю, премьер-министром, что бы он назначил? Не, подожди, а депутаты от Брянской области, которые находятся в Государственной Думе и в Совете Федерации? Про этих мы вообще не говорим, там, что там теперь что один, что другой, ну, кто-нибудь видел, там, Валуева или Пайкина, чтобы он тут ходил на какие-то вопросы, решал именно, конкретно вот по людям, не какие-то пиар-акции проводил, там, не какие-то там заявления другие делал, там, а вот именно просто вот занимался какой-то текущей работой, никто не видел. Про этих, про остальных, про них вообще, как бы, я не знаю, да. Николай Николаевич, я скажу вам словами Николая Сергеевича, Валуева, не давайте оценочным суждениям. Это вот то, что он научился за многие годы. Ну, как раз оценочные суждения им можно давать, потому что это с юридической точки зрения безопасно, то есть за них нельзя привлечь ни за оскорбление, ни за клевету, ни за удар по репутации, там, как это называется, по деловой репутации и так далее. Поэтому уж мы будем давать именно оценочные суждения. Нет, ну я хотел бы просто сказать, депутатам вообще избираются, чтобы служить народу. Но служить народу за те больше полмиллиона, которые получают медзаплаты и все привилегии для себя. Ну, не знаю, говорят, от 450 тысяч до 800 тысяч медзаплаты. Мы с точности это и не знаем, но это немало. И вот сегодняшняя у нас новость, что главный редактор этого самого газеты нашей Брянской Пронин стал главой комитета по делам СМИ, образованию, науке и культуры. Я напомню, что это Брянские факты газета, это тот человек, который обещал интервью Медведю предоставить в своей газете, который бы рассказал об Антошине и о всей ситуации. А чем он отметился, что он вместо Медведя, тоже депутаты областной думы, предоставил слово Антошине. И так его вылезал со всех сторон, что мама не горюй. И тогда уже комсомолец Брянска, Владимир Панихов, сумел предположить, что это делается не просто так, что какой-то очередной откат он получит. А что он получил? Петровский, которого взглядел в комитет, его вернули в почек на должность, которую он занимал, было ПТУ номер 6 у нас, потом его в сельскохозяйственную технику превратили. И вот он сейчас поехал назад возглавлять это ПТУ, хоть ему уже далеко глубоко за 60. Я думаю, ему стало сейчас тяжело в Брянске одному жить, может жена ревновать стала, если она жива у него. Но назад его переместили в кресло заместителя председателя, а Пронин с этой должностью, помимо всего, получил оклад минимум 200 тысяч рублей. И вот скажи, вот эти на постоянной основе, как Пронин, Бугаев, Гаенко, Антошин, которые получают такие деньги, они достойны вообще таких заплат? Когда средняя зарплата по Паврянскому, я думаю, что в районе 12,5, а не так, как они говорят, что 23 тысячи. Ну, вообще, каким-то образом оплата народных избранников или должна быть привязана к зарплате в регионах средних? Или вообще она должна быть, то есть, если люди, да, я, ну, если бы в моем мнении спросили, я считаю, что туда не должны люди идти за зарплатой. И не должно быть там этих освобожденных должностей. Если ты считаешь, что ты депутат, что ты хочешь для людей сделать, ты состоялся в жизни, там, что-то заработал, иди, как бы, работай, потрудись, там, реализуй свои какие-то... Николай Николаевич, вот смотри, давай ставь, она такая никчемная личность, но Бугаева, я вообще до сих пор удивляюсь, что вообще человек с такими стремлениями и с такими повадками, почему с него вообще никто еще не... вот как ему удается избежать спроса за все, что он натворит. Вот, там, других этих, я их, как бы, меньше знаю, там, или вообще не знаю, но здесь вообще это, как бы, какой-то феномен, вообще, брянский, то есть, как бы, человек с такой репутацией и с такими деяниями, ему все это, как бы, сходит. Может, может с властью договариваться. Откуда ты знаешь, что Анатолий Петрович у нас любит больше всего? Поэтому, или власть, что в нем любит? Вот ты скажи, я делаю в том, что депутат, на самом деле, даже не с моей точки зрения, а с любой точки зрения, он должен работать бесплатно. Свободный от работы время. Тем паче, что в областной думе есть аппарат, который выполняет функции, которые готовят им все заседания, все остальное. А эти, которые на постоянной основе, они только решают свои проблемы. Ни больше, ни меньше, я не вижу вообще смысла их пребывания там. Вот там они раз или два месяца. Или в плане даже, по-моему, раскладного заседания. К этому приехали, где-то между своих рабочих отделов. Пришли, пролистали какую-то почту, если надо, подписали. И ни больше, ни меньше работали к обычным депутатам. А они видишь, что имеют. А зато у нас люди есть на улице. И вот следующее у нас. Вот новость про Пронина. Да, вот я. Этот парень тоже уже зашел в областную думу вместе с Дениным. И вот он, Денин как бы, и он о нем хорошо писал и отзывался. Ну, просто вот я хотел бы узнать, как опять он переметнулся с одного страны в другой. Который, вроде бы, немножко бы Амаза прокритиковал, похвалил Антошина. И сразу себе получил такую должность. Да еще с не маленькой заплатой. И с машиной. Да, с приемной. И с секретарем даже. Вот в пятницу нам власть объявила, что завтра закончится реконструкция Семеновского сквера. Закончится она установкой антивандальных лавочек. Будет их 18 штук. Ты видел, я делал сюжет со сквера. Пытался разговаривать людей. Они как бы неохотно это делали, но говорили, что это там случилось. Ну, даже с тобой просто порассуждаем. Набежная, ладно, за какие-то деньги большие, немыслимые, она все-таки как-то сделана. Ну, я не знаю, чем понравился архитектор Панченко. Вот эти вот в сквере ниши. Ну, я вам сейчас наговорю. Сейчас ты прописнишь. Я хочу, чтобы люди услышали. Как на дроби, я не знаю, как эти участки могил посередине там выставлены. Как будто продолжение могил Игната Фокина там посередине находится. Но помимо того, что вырублены были большие деревья, и те, даже чтобы они выросли, должны пройти минимум лет 60. И примутся они или не примутся. И вот вышел ты на набережную. Ну, твоя юность, моя юность, она проходила в одно время студентам. И набережная, это было всегда место сбора всех молодых людей, не только молодых. Где встречались, работал фонтан, знакомились. Вот скажи мне, пожалуйста, я задавал вопрос, на этой территории есть современный материал, должно было предусмотрено быть какое-то кафе, чтобы человек мог пойти туда, купить себе кофе, а может, что-то и пиво, а может, ну, кто что захочет. А куда сейчас народ пойдет, молодежь, даже которая выйдет на набережную посмотреть на фонтан? Рядышком магазин магнит или там другие продукты на Калининах. И самое главное вопрос, с туалетом так и не решен? Если раньше, если ты помнишь, по лестнице слева там раньше находился какой-то общественный туалет, то сейчас опять будут ходить писать деревца под елочки и опять будет берег весь загажен, который делается? Ну, вообще там никто, во-первых, не, по-моему, вот у меня какая-то ассоциация, что такой, выполнено, как какой-то музей, но такой уродливый, страшный. То есть никто, по-моему, вопрос, а что там людям вообще делать, если они там гуляют, он вообще этот вопрос даже не рассматривает, потому что там не предусмотрено даже там для летних каких-то, каких-то площадок или еще чего-то. То есть, ну, допустим, предположим, что человек за каким-то лешим, я не знаю, туда пришел, потому что сейчас туда, там раньше хоть вот в этом же сквере там деревья были, еще что-то. Сейчас это все вот замыщено непонятно чем, деревья эти выкорчевые, стоят эти фонари, я, может, немножко поясню, то есть, ну, кто и что там думает в отношении меня, в отношении моей внешности. Это его личное дело, но у меня вообще-то есть еще одна специальность, самая первая, художника-оформителя, и у меня есть немножко художественного образования, и, в принципе, я даже несколько лет работал по этой специальности, то есть, зарабатывал себе на хлебушек таким образом. Поэтому, ну, немножечко, вот, художественной стороне, там, любого проекта я имею право судить, вот, и, в общем, я достаточно хорошо разбираюсь, в том числе и в живописи, и вообще, вот, в изобразительном искусстве, и немножко, там, в прикладном дизайне, и, ну, на меня вот это все производит гнетущее впечатление. То есть, это дело какое-то, я не знаю, ну, с моей точки зрения, маньяк или больной человек, потому что там находиться не хочется, там неприятно, то есть, это, существуют определенные каноны, то есть, создано некое пространство, которое на человека влияет. Атмосферное. Да, ну, в общем, настроение какое-то такое, ближе уж, я не знаю, к какому-то концлагерю, чем место отдыха, это вот мое мнение, частное, можете его учитывать, можете не учитывать, но, во всяком случае, ну, не слава богу, явно с этим. Ну, я хотел бы, чтобы участвовать, я просто говорю, на проекте должно проектироваться и планироваться именно место лобби. Ну, а даже с точки зрения вот такой утилитарной, допустим, там, опять же, нету ни места под какие-то там развлечения, под какие-то там аттракционы, то есть, я не знаю, кто там должны роботы ходить там между этими скамейками, то есть, у которых никаких ни эмоций нет, ни желания на кого смотреть, что делать, ну, про туалеты для Брянска ситуация, как бы, предпочитают ее не замечать. Ну, вот, опять же, мы опять куда идем, то есть, и что потом, как бы, ну, вот, я не знаю, меня вот это все, ну, как, мягко говоря, удручает, но я уже не знаю, там, как бы, кричать, ругаться громко на эту тему. И так далее, ну, ты знаешь, я после посещения ремонта лестницы нашим губернатором, я по картопередаче сказал, что проходило, и видел там бугаек, бегал, наводил якобы порядок перед посещением, когда Брянская улица написала, что ремонт Барамаз благословит строителей лестницы на работу в мороз. И я не поленился, назад вернулся и снял сюжет тоже, который тебе показал, ты смотрел. Как на новой лестнице укладывается старый гранит. И именно укладывалась там новая плитка, и обрамлялась она старым гранитным камнем. И ты понимаешь, хоть они нам говорили, что пескоструй, вначале они говорили, что будет все снято, отшлифовано, потом уложено. Помнишь, что это ситуация в мэрии? Да, да, да. Потом сказали, пескоструйно обработают после укладки. Но, Николай Николаевич, то, что я увидел, и то, что я показал в своем ролике, оно доставляет... Ну, там просто старые вот эти вот... Они с выборными, выщербленными, которыми никаким образом не шлифуешь ты пескоструйно, это все уложено. И при этом это все видел губернатор. И я не знаю, почему... То есть вы из старых поломанных материалов пытаетесь сделать новую лестницу с таким бюджетом. То есть и что там не делай, ну, из старого этого... Ну, это равносильно, что как изношенные тряпки, вы бы себе новый костюм там, я не знаю, кого от Версачи бы шили. Вот. Там, в принципе, народ уже задает нам вопросы. Давай, может, мы ответим на несколько вопросов, потом продолжим. Я просто, чтобы закончить вот этот нам цикл с набережной, я спустился ниже, где, как писал на Today и наши информационные аппорталы, что уложили первый ряд ступеней стали. Та же самая картина. И осваивается сейчас 100 миллионов рублей. Вы вдумайтесь в эту цифру. 100 миллионов. А вот тут как раз вот человек, меня не сначала... Ну, не знаю. И Мире Станиславович, вот он пишет, по парку, мол, типа, лучше, чем ничего, по брусчатке с коляской прогуляться лучше, чем по лужам там. Так вы понимаете, в чем дело? Вы посмотрите, во что превратилось сейчас вот эти же все дорожки, вот, на проспекте Ленина. То есть, там, ну, это еще вопрос, что лучше, там, по лужам или по вот этому вот... Буэракам? Да, то есть, по вот этому сложному профилю местности перескакивать, и где скорее ноги сломаешь? А он пишет наоборот, что по ямкам лучше, чем... Что он утряс ребенка к черту собачьему. Да, ну, в общем, вот как-то так. Ну, давайте еще раз посмотрим наши вопросы. Ну, еще раз добрый вечер всем, кто присоединился к нам за это время. Ну, тут пишут, что Мальцев написал обращение о революции. Вы, типа, участвуете или проигнорируете? Так мы, наоборот, пытаемся всем объяснить, что лучше избегать вот экстремальных вот этих потрясений. Мы, как бы, как большинство, наверное, взрослых и, ну, достаточно ответственных людей, мы не за то, чтобы там устроить бойню там какую-то. И что потом? Вот, вообще, вот эти люди все думают о том, вот просто, опять же, надо понимать, что можно призывать к какому-то порядку, вменяемости, диалогу в обществе, там, и так далее. Но когда оно уже полыхнет, оно полыхнет, и мало-нибо кажется никому. Ну, а самое главное ответ, который вы хотите из нас выводить, мы будем там, где будет народ. Народ выйдет, и мы выйдем. И сегодня, к сожалению, все делает власть для того, чтобы народ вышел на улицу. В рамках закона, в рамках конституции. Поэтому нас этим вопросом не подколоть. Народ выйдет, мы выйдем. Поэтому с мирными требованиями, никакие мы не экстремисты, не... Ну, наоборот, да, стараемся. Ну, а уже когда драка начнется, ну, чего уже? От драки ты не убежишь. Вот, я спиной не повернешься, я не отсидишься, и никто не отсидит. Тем паче, тем паче, любая революция предусматривает время без власти какого-то и анархии. Когда буду идти громить какую-то свою собственность, я сам с вилой не стану на них, не буду отбиваться. Ну, и, собственно говоря, мой отец покойный в свое время говорил, что, в общем-то, даже плохая власть, она лучше полного хаоса. Но вот, к сожалению, вот наша плохая власть, она не понимает, что она ведет, она провоцирует хаос. И мы об этом поговорим. А уже когда хаос начнется, то привет из Стародуба, Боже Михайлович, вы там аккуратнее, а то у вас в Стародубе там за то, что нам передали привет. Предъявят. Да, умный строитель что-то про баню начал писать. И в бане остался. Да, и дальше, наверное, не смог или не захотел. Добрый вечер, Николай Тошин. Народ должен как раз и давать оценочное суждение, иначе зачем, ну я более литературно выразился, они власти нужны. Ну так вот, власть же старается убрать механизмы обратной связи, хотя по смыслу умная власть, она должна быть в этом заинтересована, чтобы оперативно реагировать и не доводить вот до таких ситуаций. По губернии показали, Кириченко ездил в Сочи, вот цирк. Ну согласен. Углавлял волонтер. Да, Кириченко, конечно, молодец. Да, надеемся, что он достойно там представил в Урянске. Власть это бизнес. Вот Кириченко и доказывает, что власть это бизнес. Этот парень ни разу и нигде не работал от Беженского профсоюзного комитета в Битме, и стал депутатом, и имеет дорогой джип, новый. Поэтому вот он и показывает, что власть это бизнес. Вы вообще давно дружите, с 97-го года. Да, и тоже нас с Николаем Николаевичем объявил губернатор Водкин, который имел наглость и хамство, и свинство тоже в непростых условиях объявить монополию одного предприятия. На тот момент это было «Фиеста», который он позволил торговать единолично алкоголем. А Николай Николаевич, как и я, привыкли брать на оптов в сладах. С Москвы у него был большой магазин для сейчас журавлей. Ну, кстати, первый мы сделали со штрих-кодами. Еще наши ребята самостоятельно полностью спроектировали, в общем-то, собрали все оборудование. Еще не было у нас импортного оборудования. Из обычных компьютеров собрали посттерминалы, вместе с кассами объединили. То есть, вместо того, чтобы порадоваться, что что-то стало появляться в городе, то есть туда... Лодкин с охранниками, как посмел Николай Николаевич. Да, там в трениках с дачи аж примчался. Ну, правда, охрана наша, как тогда газеты написали, выкинула человека, похожего на губернатора Лодкина, из магазина. Так что, в общем, как бы нам не впервой. Ну, и как ни странно, вот, совсем немного людей с числа предпринимателей оказались, ну, готовы какое-то свое мнение отличное от большинства отстаивать. Кстати, что Лодкин не хотят, оказывается, помнишь, был первый магазин деликатеса открылись от Брянского молочного комбината. И Андрей Канышев, это вот отец работает в нашем драмтеатре. А, точно, точно. Драмтеатром, главным артистом работает, да? Там всегда с бородой такой, лучший болельщик «Динамо». Он не побоялся, встал, выступил и заявил, когда как раз Ирей Митрохин приезжал, Андрей Пономарев там тогда собирал, когда Митрохин был депутатом Усовестной Думы по этой ситуации. И он не побоялся, встал и выступил. В итоге Лодкин надавил руководство Брянского завода, и они вынудили Андрея уводиться. И вот он уехал, и, по-моему, где-то, вроде сейчас, в Калининградской области, я вот как я на данном видео ему говорил. Так, как вы оцениваете перспективы человечества в целом с наступлением технологической сингулярности? Не будет ли это концом цивилизационного цикла? Да, сильно вы, конечно, захокнули свою мысль, но мой отец когда-то говорил, что я не исключаю, что в конце концов ученые доиграют. Ну, вполне возможно, что доиграют. Ну, а, собственно говоря, насчет цивилизационного цикла, тут можно спорить. Что-то на примере даже наших властей не видно, чтобы обыкновенные инстинкты биологические приматы как-то ограничивались хоть какими-то социальными инстинктами, которые, в общем-то, из обезьян делают людей. Вот любые вот такие проявления, которые мы видим, вот трех геологических инстинктов, как Сергей Савельев рассказывал, то есть инстинкт продолжения рода, инстинкт доминации и инстинкт хапнуть еды. Вот они берут верх над всем, что может быть, что превращает обезьяну, скажем, в разумную обезьяну хотя бы. То есть способность делиться едой, социализация, понятие справедливости и так далее. Вот эти все социальные инстинкты убираются, а, так сказать, биологические, самые примитивные, они берут верх. Главная обезьяна едет, значит, все остальные должны поклониться и движение надо перекрыть. Самое главное, обезьяна лезет повыше, все должны хлопать, как бы, главная обезьяна хапает еду, значит, все остальные должны от кормушки отойти. Вот, собственно говоря, ничего другого мы как бы не видим. Так, тут, значит, у нас... Как здоровье, мы спрашиваем. Да. Ну, пока давление прыгает, к сожалению. Ну, тут еще... Ну, все страшно, но сейчас мы, все-таки, я попробую, Александр Григорьевич, к тренировкам легким приобщить. Сейчас я как раз вот уделим время, то есть не переживать, я думаю, все будет нормально. Так, ну, вот пишут, что переворот уже не избежать. Теперь либо выходить, либо нет. Мирный путь, власть уже, ну... Понимаете, вообще по всем ощущениям, но мы, как Папандоков говорит, стоим на попороге грандиозного шухера. Ну, и опять же, это, опять же, не наша там радость или инициатива. То есть про это мы уже сказали. Ну, а если уже вот что-то начнется, то куда кто денется? То есть мы, во всяком случае, там офицеры запасы. То есть наша задача, что будет? Наберегать свои семьи, друг. Исполнять долг, там. И воле народа исполнять. Вот, поэтому, как бы, ну, хочется кому-то из нас сделать меня, там, героем революции, как моего диза. Ну, я не думаю, что он там сильно к этому стремился. Я тоже к этому стремлюсь. Но если выбора нет, ну, знаете, как один мой давний товарищ Андрей Кичевгин говорил, отсутствие выбора очень облегчает выбор. То есть если на порохе будут вооруженные люди, то, ну, что делать? Будем защищаться. Да, какие тут варианты вообще могут быть? Самое страшное, что вот мы обсуждаем дальше. Вот я это, как бы, на финальный вопрос оставил, где мы с вами пытаемся разобрать ситуацию, которая складывается сегодня в обществе. Но главное, что власть действует как будто по какому заказу и как нас испытать, понимаешь? Она испытывает нас на прочность или, наоборот, провоцирует. Вот для чего это сделано? Или на самом деле хотят уменьшить количество населения в России таким образом, не дай бог, гражданской войной? Это будет, конечно, кошмар. Да, тут Евгений Станиславович пишет. В садике 21 градус, два дня шуршали люди, начиная с прокуратуры, МЧС, СССР, Роспотребнадзор. Давно такой движухи к себе не было. Ждем окончания, и кто виноват. Но мы рады, я, может быть, кто не в курсе, поясню, что попросили наши читатели осветить ситуацию, когда в детском садике замерзают дети второй год и там никто не топит. Но мы что-то смогли и сделали, то есть озвучили эту ситуацию. Вот так взбодрились там, как вы видите, чиновники. Но, опять же, по многим нашим выступлениям сейчас идет, скажем, идут разбирательства, идет движение. То есть прокуратура сейчас рассматривает вот это вот обращение по поводу перекрытия движения. И самое интересное, вы же посмотрели, как наша городская администрация, я вообще, то есть у людей, ну, даже какого-то самоуважения, чувства нет. Вот реально, как наперсочники. То есть сначала одно время у Пизани, которое, кстати, озвучили все наши, СМИ местные. Потом уже в новом виде наутро издали, спустили на инспекторов ГИБДД. То есть когда получился скандал на всю Россию, посмотрите там, найдите сейчас это постановление на сайте городской администрации. Вот эти вот, как их назвать, даже не знаю. Они взяли, следы заметают, они стерли его. Ну, вы же понимаете, что в интернете стереть ничего нельзя. Если попало, раз. И с кэшем мы вот опять же тоже восстановили его, показали. То есть на кэш гугл, он не врет. То есть, как бы, понимаете. Но вот кому вы этим лучше сделали или хуже? И каким образом вы себя показали? Вы даже не можете набраться смелости и сказать, что вот даже там какую-то свою точку зрения. Отстаиваясь, сказать, что да, мы там с нарушением закона, там чего-то. Но вот это вот, мы присчитали, что это нам надо. Или хотя бы там извинились. А вы тупо как, я не знаю, какие-то аферисты, какие-то мелкие уголовники. Просто заметайте следы за собой. Взяли, убрали это все. А что вы можете в интернете убрать? У нас вообще, кстати, тут наметилось борцов с интернетом немерено. То есть, я хотел специальное видео по этому поводу снять. Что там депутат какой-то был, который воевал со всеми СМИ местными там. И в результате добился того, что в сеть теперь уже никто там в стороне не остался. И все там вспомнили. И опять же, из кэша гугла того же восстановили статью, которую он там добился. Запрета на нее и уничтожение, и стирание. Не только... Ну, Николай Николаевич, хотел бы я, да, продлить. Вот насчет того, что реагирует, не реагирует. Я напоминаю, что наши депутаты, они помимо вот этих окладов по 200 с лишним тысяч на постоянной одной получают. И они еще получают в городском совете по 30 тысяч рублей, так называемую, на работу с этим, со своим электоратом, с жителями. А властная дума, по-моему, 60 тысяч получает доплату ко всему. Понятно, что они тратят, я как думаю, на себя. И на этом фоне, вот в Жуковском, это же был Климовский район, да, где замерзал детский садик. Но Климовский район сегодня уже опять показали. Отличился чем? Тем, что детей кормили пустыми макаронами. Ну да, это тоже опять же. И это на фоне того, что депутаты жалеют. И ни за что получают такие деньги за 200-300 тысяч рублей. А на детей это наплевать. И вот сегодня мне звонила тоже уже прокуратура городская. И ты помнишь наши с тобой сюжеты по суткам, где все заброшено и завалено. Но что-то это как прокуратура, как Зубко, если ты помнишь, отреагировала комиссии, когда снег выпадет. Сегодня так получилось, что тоже городская прокуратура позвонила туда опять, когда снег выпадет. Они не могли найти в сутках. Так может они специально ждали, когда снег выпадет? Не, ну я так думаю, что это поручило. Потому что, если ты помнишь, полиарно-входная прокуратура подала в суд на городскую администрацию. И суд обязал очистить. И никто ничего не делал. И они же должны реагировать. И, как помнишь, Афоня Киселев сказал, что если решение суда не исполняется, то идет наказание вплоть до уголовного дела. Но я поэтому сказал, что Макару Хлиманкову, несмотря на что, продолжаю себя чувствовать комфортно. И плевали на решение суда. Они почему-то считают, что действовать по закону должны только жители города Брянска. А для всех депутатов, работников администрации, закон не писать. И это вот тем, кто говорит, что вы доведите. Мы же не стираем со своего сайта. Я вижу, себя не стираешь, когда там пишут отрицательное о нас. Ты возьми, подними жопу за свои деньги, что-то там сделаем. Но это не ответ. Поэтому на наши вопросы реагируют. И я знаю, что смотрят нас и работники полиции, и работники прокуратуры. Я хочу сказать, что да, еще по одному нашему сюжету и материалу о том, что касалось избиения подростков, которые требовали признаться, да, признательные показания преступления, участия в драке, которой их там даже не было, то сейчас там отдел, собственно, безопасности полиции ведет разбирательство. Ну, насколько у меня есть информация, будет возбуждено уголовное дело передо наследственным комитетом. Ну и опять же, по той информации, которая до нас доходит, в общем-то, очень много недовольных наверху и деятельностью следственного комитета нашего, который, как вы знаете, умудрился педофила освободить от ответственности, то есть отказать от блуждения удовольного дела под доказанным случаем. Обыскивать простых работников санитарных. Ну, зато сейчас они обыскивают там обыски у санитарок там. Вот это очень дикий был вообще, когда вот эти вот... В Трубчевске. Да, там и в Трубчевске, и вот эта вот история в дядьковском райотделе полиции, когда тем более обыски там и советские, и дядьковские РУВД интересно делали, как ребята вот в наших видео писали там, зачем-то выбрали вещи там по новее, которые даже в упаковках были, забрали просто без всяких там документов, без оформления. Вот им сейчас предстоит объяснять в том числе и своей службе собственной безопасности, и, как я понимаю, следственному комитету, так сказать, обосновывать свои действия. Я, конечно, не питаю иллюзий, я понимаю, что буду до последнего там пытаться замять эту историю, вот, и как и множество других историй, которые у вас пытаются замять. Но вы же понимаете, что, в общем-то, все это до бесконечности длиться не может. И, в общем-то, в очередной раз, как наша прокуратура, вместо того, чтобы устроить разбирательство, в том числе и со своими сотрудниками, по резонансному делу Олеси Силаковой, то есть уже во второй раз Верховный суд уже представителю генеральной прокуратуры говорит, вы уймитесь, то есть уже они не слышат, опять же, вот этих вот, скажем, предостережений. Потому что, ну, в упирающей ситуации, да, и прокуратура же-то, да, и на пресс-конференции на одно, и на другое, они не сказали, что мы разберемся и накажем. Если там в наших рядах затесался какой-то негодяй, который опозорил наш мундир, мы сами с ним разберемся, то есть мы спросим. Ну, давайте я смотрю. С него по всей, да, строгости закона. Никто этого не сказал. Он говорит, а мы будем добиваться, отстаивать свою точку зрения до последнего, а если не сможем, тогда кого-нибудь привлечем в ответственность. Что значит, кого-нибудь вот, ну, посмотрите наше видео, убедимся. Так, дальше идем. А Кириченко, когда пьяный за рулем, его показали по центральному телевидению, его лишили прав или он отмазался? Я упустил. Вот ситуация... Он отмазался. Да, он, я так понимаю, специально протащили там по сроку давности или другим способом. Не, по словам, да, три месяца. Значит, у нас то, что можно депутатам, то другим... А теперь к нему никаких претензий быть не может, потому что у человека даже никакого не было административного этого. И нам справедливо говорят, что, а что, человек абсолютно чист перед всеми, вы чего от него хотите? И я так понимаю, что, может, даже там чуть ли не извинятся, наверное, те корреспонденты и полицейские должны, которые его снимали и показывали на всю страну. Наш перед таким человеком. Давай дальше. Так, пора разрешить гражданам иметь при себе огнестрельное оружие, кроме психов и т.д. вооруженный народ, власть пугает неплохо, как наглить не буду. Вот здесь я с вами не соглашусь. То есть оружие – это всегда фактор дестабилизирующий общество. Сейчас у нас не могут уже добиться того, чтобы люди трезвыми садились за руль, несмотря на достаточно жестокие усилия, и при том ни от кого не могут добиться, как вот с предыдущего вопроса, понятно. А вы еще хотите вот в такой ситуации раздать оружие. То есть, в принципе, почему-то, ну, я в курсе того, что много дискуссий ведется в обществе на эту тему. Ну, во-первых, почему никто никогда не обращается к опыту латиноамериканских стран, которые близки к нам и в плане законопослушания, и в плане темперамента. То есть вы должны понимать, что если разрешат свободное хождение оружия в обществе, все почему-то думают, что вот он будет пистолетом, а преступник, который на него нападет, он будет без пистолета, и он там отобьется. Так вот, все грабежи в латиноамериканских странах, если раньше там человеку показывали что-то, типа ножа, и забирали барсетку там и часы, то сейчас в него просто стреляют, чтобы с трупа это все снять. Опять же, вы, ратуя за оружие, должны согласиться с тем, что большое число детей погибнет ввиду неосторожного обращения, то, что они до него доберутся. Вы должны смириться с тем, что любая пьяная драка, которая у нас вот пока заканчивается именно дракой, она будет переходить в перестрелку оживленную в нашем обществе. То есть, и вы должны понимать, что если человек, он сам по себе, по сути, овца, то ему дают даже гранатомет, это будет овца с гранатометом. Так сказать, мужество у человека не дается вместе с оружием или без него. И почему-то, опять же, у нас не оглашают, что в год примерно 1200, в том числе очень большое число у полицейских, случаев самоконстрации. То есть, это когда отдельные гении, рассмотревшись голливудских фильмов, засовывают себе за брючный ремень пистолет. То есть, вот каждый год 1200 вот этих пистолетов производят выстрел с соответствующими последствиями. Но как бы в данном случае оно может быть и неплохо. То есть, данные гении, они, ну, им как-то затруднится размножение. То есть, они не дадут гениального потомства такого же. Поэтому вот как-то так. А где видео про Богомаза? Почему тянете фильм? Ну, фильм уже практически сверстан. Вот. Еще решили доснять там несколько моментов. Кстати, производство фильмов не такой простой процесс. Вот. Но это больше Александр Григорьевич рассказывает. Я думаю, на следующей неделе вы все увидите. Сами дадите анализ. И вообще оценку происходящего. Мы просим, как там, строго не судить. Мы не гении кинематографа. Но мы сняли то, что видели своими глазами и прокомментировали. Поэтому вот так. В Америке носит оружие и ничего. Ну да. Исключая того, что несколько случаев массовых расстрелов будут регулярно происходят. И в Америке оружие носят. Но при малейшем движении в сторону кармана полицейские стреляют без предупреждения. Это вы тоже имеете в виду. Поэтому как бы в Америке его не столько носят, сколько его разряжают держать дома. И в общем-то такой принцип работает. Что дома, вот если вы у себя дома, то вы можете там, пожалуйста, стрелять. А так, чтобы там везде свободно люди раскуривали. Во-первых, в разных штатах по-разному. Во-вторых, это все не так тоже просто, как мне кажется. Давай, это мой один вопрос тоже завязываемся. Мы, значит, что он тут пишет. Вы же на этой неделе обещали. Ну, мы обещали, мы делаем, но не можем, если вот он не доделал. У нас компьютерная единица в Москве. Он там монтирует. Здесь пересылают. Мы смотрим. На доделку. Но потерпите. По Аренжу с вами согласен. Посмотрите, что будет на дорогу происходить. И это пуколки. А если будет боевое, да, к сожалению. Мы опять говорим о той ситуации, до которой доведены сейчас люди. А сейчас стресс будет получать все больше и больше людей. Когда каждый гражданин не знает, как покормить свою семью. А везде ж телевизор включим. Мы слышим, что у нас успехи, что у нас хорошо. Но об успехе сейчас мы поговорим немножко дальше. Преступник вооружен. Зато будет чем защищаться, а не рогаткой. Насчет опасности. Вы перегибаете полку оружия? Да нет, мы не перегибаем. Во-первых, мы сами все противоречат. Когда на тебя кто-то напал на улице, ты же в сейф выбежишь? Вот. Поэтому тоже немножко давайте. Если хотите, отдельную тему этому посвятим. Это тоже все не так просто. Давай еще немножко в пользу наших специалистов похвастаемся. То есть вы знаете, что буквально пару дней назад была очередная такая глобальная проблема с вирусом, который почему-то избрал своей целью именно серверы информационных изданий. И вот, в общем-то, вы знаете, что пострадал Интерфакс и Лех. Вы знаете, что пострадала фонтанка из крупных изданий. Многие еще интернет-СМИ испытывали серьезные проблемы. Но здесь я хочу сказать, что благодаря квалификации наших специалистов быстро заметили, в частности, активность на сервере нашего блога. То есть оперативно занялись отражением этой атаки. Да, пытался вот этот вот бот подобрать ключи к серверу, зайти туда. Но, во всяком случае, мы, конечно, не Интерфакс, но наши специалисты отбились, за что им большое спасибо. Николай Николаевич, ну давай пройдемся, пусть пока пишут, мы обсудим то, что про ЕВДД, это долго надо будет говорить. В Брянске начался показ Матильды. И, к счастью, из ажиотажа, без большой охраны и без провокации. Комментарий, если вы себе отпадаете? Ну, вообще, про Матильду, я, собственно говоря, я не подвержен никаким массовым психозам. Я, чтобы так, чтобы так ее не пошел смотреть. Ну, собственно говоря, я и не пошел. То, что очередное обращение госпожа Поклонская выпустила в интернет, так я вот даже тоже на блоге встроил себя, посмотрите. То есть, если даже после этого никто не заинтересуется, как человек, который такие, ну, скажем так, мягко говоря, странные вещи, говорит, что он делает в Государственной Думе, и каким образом ему вообще дают возможность влиять на судьбу страны и принимать решения и законы. Ну, вы меня извините, в общем-то... Николай Николаевич, я с тобой не согласен. Почему Валуеву можно и нет? Ну, так вот, в том-то и дело, что у нас проблема, что у нас один депутат такой оригинал, другой депутат другой оригинал, нормальные люди там вообще остались-то. Или, в принципе, вот с учетом отрицательного отбора мы можем подозревать, что уже нормальных-то и выписали всех, потому что... Они там не нужны, вопрос. Они там не нужны, там... Николай Николаевич. Да, кстати, Яровой уже автора подурезали полномочий, потому что, опять же, пакеты-то Яровой принимались громко, против которых мы просто с точки зрения технарей комментировали. А это воплотить все невозможно. И вот сейчас, видимо, до кого-то стало это доходить, и получилась большая подставка. До Валуева же дойдет. А вот, а депутат Валуев почему-то техническую сторону не оценил многие. Когда голосовал, ценил, может, за него нажимал. Ну вот, ближе к моим баранам, как бы, хоккейный клуб Брянск приобрел нападающих из Чехии и Словакии. И из города Глазово. И что-то, ребята, с русскими фамилиями. И я не знаю, на каких условиях они там приехали, сли мне заработная плата 5500. Это, я понимаю, что они были свободными агентами, там, наверное, искали работать где-то в Чехии или Словакии, на каких-то в третьих мирах. И вот Лемешов, наверное, за еду от своей жены переманил. Кстати, я дозвонился до полиции. Уголовное дело в качестве проверки Перинда в прокуратуру с целью оценки по всем правовым нормам. И сказали, в ближайшем каком-то времени будут предъявлять обвинение. Уже конкретно. Потому что оно было возбуждено по факту. Но мне сказали, хоть это дело возбуждено было по моему заявлению, мне пояснить из-за какой-то секретности или каким-то циркулярным... Ну, в общем, по нашим сведениям, в нашей прокуратуре и Следственному комитету, где-то там наверху намекают, что, в общем-то, не худо бы им заняться исполнением своих непосредственных обязанностей. Но поживем, увидим. Ну, вот дальше, Николай Николаевич. Брянская улица так сделала заголовок. Брянск просит Путина пойти на выборы в 2018 году. Пикет состоится на площади революции 28 октября. Акцию проводит группировка, или как ее назвать, даже не знаю, НОТ. Это национально-освобождительное движение. Если такое национальное-освобождительное движение открылось во времена Путина, тогда оно, наверное, с кем освобождение добивается? От Путина, может? Ну, во всяком случае, в нормальном обществе мы допускаем, что вполне имеют право на существование разной точки зрения. И, в общем-то, независимые опросы общественного мнения показывают, что Путина по-прежнему поддерживает большинство. Почему просто не набраться всем властям смелости и вот не сделать выбор, вот сколько есть, столько есть. В принципе, все аналитики, вне зависимости от, скажем так, точек зрения, они сходятся на том, что Путин и абсолютно честные прозрачные выборы выиграет на данный момент. Потому что у него рейтинг и авторитет достаточно высокий. Ну, вот другое дело, вот такие акции, вот эти вот странные движения, там, ну, в конце концов, хотят они, пусть выступят. Вот просто вопрос у меня, опять же, возникает сразу. Если люди что-то такое творят, ну, извините, да, одни им делают зеленую улицу, а другие там идут с утенком, им за утенка раз, там, штраф, на сутки закрывают, так вы, может, тогда давайте уже как, вот вышли там толпой на акцию, значит, нет, тогда уже как-то определитесь. То есть, либо всех, как бы, либо никого. Никого. Потому что, получается, что, допустим, ноду с какими-то лозунгами можно, а почему-то до нового дня там нельзя. Ну, смотри, Николай, я тебе хочу просто сказать. Я понимаю, что доступность к первым кнопкам телевизора, она обеспечит рейтинг обезьян. Буквально за малое количество времени. Я говорил, что он как-то на Аляске, мэром города, избрали Катару. Так он, а потом уже, так давно. Нет, вот не так давно, а в Украине, да, дело не в этом. Поэтому, у нас, потому что никому не доступны первые кнопки, так происходит. Но мы, получается, с европейским лицом похожи на аборигену по плану в Гвинеи, но 18 лет человеку власти. Он сам... Ну, вообще психологи... Как он сам говорил, после 10 лет. Да, и в мире давно известно, что предельный срок – это до 10 лет. После этого уже, ну, человеку даже самому. И тяжело, и у него происходит изменение определенной личности. То есть, этот груз, ну, выдержать невозможно. Ну, поэтому, опять же, получается, что не надо велосипед изобретать. То есть, должна быть сменяемость власти. То есть, человек там 8-10 лет предельно может эффективно выполнять свои обязанности, а потом надо уступать другое место. В Брянске, рядышком гостиницы «Брянск» устанавливают памятник «Алел Брянск». Это в то время, когда мы... Меценатов одних самых главных, города Брянск, которые отстраивали, нашелся только памятный знак в виде шара, бильярдного. А Леву Брянскому, который там миф, сказание о прошлом, аж целый памятник. И выгружают его на гостинице Брянске. Сделали постамент. Ты мне скажи, это какое-то перевернутое сознание, а не что? Ну, это опять же, вот эта дикость. Я же уже даже больше года, по-моему, назад в статье писал, что надо запретить и памятники ставить, и праздники проводить в городе. До той поры, пока не разберутся с нормальными вопросами, которые действительно играют роль. Но опять же, нас не слышат в этом случае. Вот смотри, Николай Николаевич, был на днях городской совет. Депутаты Росовета, представляешь, как перевернулись, когда услышали наши комментарии с тобой. Нет, ну не только здесь справедливости ради, потому что не только мы, то и все. Я тебе расскажу. Услышали наши комментарии, и все СМИ взорвались. О том, вернее, о нашем комментариях послужили выступления СМИ. Скорее всего, это будет так, потому что мы их комментировали. И депутаты Росовета отказались повышать на 30 тысяч пенсии своим вип-пенсионерам, обменив в предвзятости подобной провокации работников, чиновников в мэрии. Вот скажи, до какого вот скотовства, маразма это все дело доходит? Когда вы видели, что так просто не пройдет? Ну так вот опять уже начинают работать вот эти механизмы гражданского общества, и начинают работать механизмы СМИ. Вот здесь надо, кстати, отдать должного. Тут все, как бы, по-моему, никто не остался в стороне. Все СМИ там про, скажем так, ну или те, которые предпочитают не ссориться с властями, или те, наоборот, которые жесткую позицию занимают. Ну я про нас там не говорю, но, в общем, все единодушно, единогласно озвучили вот это, что, в общем-то, вы, ребята, вы не попутались вообще. А, в общем-то, опять это речь идет о том, о чем все время говорим мы. Вот такие дела, как бы, творить в тишине и в темноте удобно. А на святую, когда их вытащили на Божий свет, они уже как бы застеснялись, и все стали друг на друга спихивать ответственность, типа, не я, я не я, и лошадь не моя. Вот это, кстати, показатель. Работа наших властей точно так же, как с этим постановлением. Про ГИБДД нас спрашивают. Не-не-не-не, сейчас мы перейдем к главному вопросу, а потом перейдем к ГИБДД. Ты скажи, что ты сегодня делал? Тебя сегодня не остановить. Ты сегодня, ты сегодня, как соловей песню льешь, елки-палки, или вернее, соловьев отдыхает. Ну, наверное, мы по мере того, как больше проводим передач, у нас уже нарабатываются навыки необходимые. То есть мы, может быть, постепенно попробуем до первого канала добраться. Спасибо. Сегодня ты меня забил. Значит, смотрите, дорогие друзья, что касается всех победных реляций, которые происходят не только в Брянской области, а в России, в связи с этим псевдоимпортозамещением, в связи с успехами, которые творятся, так называемыми успехами, которые происходят у нас на территории Брянской области и вообще целиком в России. Я, конечно, был бы несправедлив, если я во всем бы винил только одного богомаза. Сегодня мы имеем ту социальную напряженность и тот социальный взрыв, который произойдет. Хотим мы, Коля, с тобой не хотим. Уже власть до этого дошла. Сегодня те деньги, которые наше государство добывало от энергоносителей, это от нефти, газа, они уворованы и спрятаны в офшорных счетах за рубежом. Я еще раз повторяю, 1 триллион 200 миллиардов рублей. Сейчас власть своими действиями хочет добить и перекрыть последнюю песню, что называется «Конкуренция и предпринимательство». Вот они решили сделать так, чтобы все предприниматели загнулись. Ведь поступление нефти-долларов, оно не прекратилось, а точно так же продолжает все укатываться в Америку и на Запад. Я напоминаю, что это триллион 200 миллиардов, которые подтвердили, еще раз повторюсь, немцы вначале сказали 500 миллиардов долларов, которые осели на офшорных счетах россиян, при том, что системно образующие предприятия с государственным участием это делают на офшоре, как «Газпром», как «Роснефть», и «Газпромнефть» и там многие другие. Американцы сразу поправили немцу, что по их данным, ты помнишь, что 180 дней дали на Абдукмене и нашей элите, что озвучат эти счета, а американцы поправили, что триллион 200 миллиардов долларов. На Биулина только за последнее время перечислила 107 миллиардов ценной бумаги американскими долларов. При этом все лишь какие-то 43 миллиарда рублей нам необходимо на повышение зарплаты учителям и врачам. И только в августе месяце было переведено в американские ценные бумаги 2 миллиарда 500 миллионов долларов, что по-нашему это 143 с копейками миллиардов рублей. И вот за этот год, что мы говорили, 6 триллионов с лишним переведено тоже на Запад. И они не хотят остановиться в потоке туда, вывозить деньги. В 2012 году президент говорил о девшеризации. Притом напомню, что Шувалов, который возит собачек в очередной раз, сказал, что репатриация денег суда в Россию чревата системой кризиса. С чего это он взял, я не знаю. И вот сегодня, чтобы восполнить бюджет внутри России, они решили затянуть пояса на предпринимателях. И рядовых жителей. Они сейчас еще об этом только слышат, но еще не почувствуют. Потому что налог, ввели налог на имущество. И при этом кадастровая оценка раньше земли и домов была примерно раз в 10 дешевле, чем рыночная стоимость. Сейчас государство оценивает по кадастру дороже, чем рыночная стоимость. И 2% превращаются в сумасшедшие миллионы, которые предпринимателям за свою собственность вряд ли удастся выплатить. Особенно тех, кто... Ну, кстати, и жителей. Подожди, сейчас я доскажу. Не, не, я доскажу. Дашь оценку. Которые кредитовались, строили. И сегодня у них будет выбор. Или залог отдавать и кредит не платить. Или собственность каким-то образом спасать. И многие сейчас предприниматели, в связи с тем, сейчас все в суда, сейчас не платежи будут. Сейчас будут кошмарные дела с нового года твориться. Потому что мы за 17-й год будем платить в 18-м декабре. И апокалипсис произойдет. Когда система не платежей. У нас единственный был, по-моему, вице-премьер, она была, Терина Хакмара, Мационова, которая дала волю предпринимательству, что не даете, не обеспечиваете рабочими местами на заводах, на фабриках, на всех остальных, люди работаете. Она тогда приняла, внесла закон, который принял тогда Госдума, единый налог на доход, да, 6% от площади, ЕНВД. Это было единственное послабление. Предприниматели начали развиваться, начали что-то устроить. Какое-то производство, кто-то магазины, кто-то что. И сегодня власть затянула это все так, назначила депутаты, которые должны были бы защищать, например, это сами предприниматели. Они приняли максимальную ставку налогов в Брятске в 2%. И я разговаривал со многими. И вот, что я бы не хотел бы здесь винить Богомаза, потому что наша разведка принесла нам письмецо правительству Брянской области, где Богомаз отвечает в адрес председателя Брянской областной думы. Я вот процитирую, что правительство в лице Алехина, Дума и Попкова просило об этапном введении и снижении налоговой ставки с 2 до 1%. Это люди просили и ввели. И они также просили, чтобы помещения и здания, которые до 1000 квадратных метров, чтобы они были вообще освобождены от подобного дела. А мы, напоминаю, кто работал на ИП, и на ООО, кто работал по упрощенной системе налогового вложения, налогные имущества не платили вообще. Потому что, ну, сами построили, мы уже так заплатили. И строителям, и за материал, за все-все-все. И вот Богомаз отвечает, что он не может поддержать это по следующим основаниям. Потому что, когда он вроде дал согласие, что добро разумно, потому что предприниматели будут закрываться, останутся сетевики, там, ну, будет коллапс полный. Петушкова ему сказала, Васильевич, назад свое решение. Потому что федеральный центр в виде Минфина сказала, «Если вы сделаете льготу, то выпадут дотации». Вот он сказал, 19 миллиардов зарабатывайте сами, а 15 миллиардов мы вам даем. Ни больше, ни меньше. Значит, это будут ваши убывающие доходы. И они не могут на это пойти. Вот поэтому он и пишет, что мы, значит, не получим эти гроши. Но он не понимает, что он, наоборот, выставляет против себя всех людей. И вот так в соответствии с протоколом совещания у председателя правительства Медведева от 20 сентября 2016 года номер ДМП 13-60ПР в качестве условий предоставления дотации регионам предусмотрено требование по установлению субъектов Российской Федерации моратория, что они не могут вводить льготы, на региональном местных уровне льгот, преференции по налогам и иным обязательным платежам, поступающим в региональный бюджет и отмене установленных льгот. Одним из условий соглашения предоставления дотации в равнебюджетной сферы, я простым языком скажу, если вы сократите налоговую базу путем удушения предпринимателей, то в этих денег не получится. Но сегодня... Ну вот, прям подпись, да, да, да. Вот, да, прям на двой страны. Вот, подпись Богомаза. И здесь я могу только посочувствовать. Вот этим победным революциям, и я говорил, если ты берешься за убернаторство, то ты не думаешь, что пришел, когда манна небесная у тебя свалилась. Так вот, для этого я хотел бы стать Александру Васильевичу, там, где вы не можете ничего сказать, в Минфине и Медведеву, у вас должны быть нормальные депутаты Государственной Думы в сайте федерации, которые должны рассказать, на пальцах показать, что вот это, вот это закроется, вот это, вот это, это будет коллапс. Но, ладно, предприниматели, которые нас не считают, у людей там, да, по большому счету, но Богомаза же и сам предприниматель, и там же сидят во Совете и в областной Думе большинство предпринимателей, которых души питают. Понятно, что сейчас около вот этого психоза всякие оценочные компании, которые создадут оценку, они сейчас будут делать деньги на это, чтобы понизить через суды все эти вещи, через комиссии. Там очень большая компенсационная составляющая будет происходить, да и происходит. Я уж насколько понял, что такие ребята, как Алёхин, они уже решили эти вопросы с понижением кадастровой стоимости земли. Я не знаю, это правда, не правда, но когда на рынке Северном, помнишь, на митинге выступала женщина, сказала, что стоимость земли под архивский магазин 127 рублей. Я могу ошибаться, но это в одном из записей этого самого Куприянова и есть выступление с этого митинга. И вот в данном случае предприниматели одно, но самое главное, вот этими же двумя процентами выскакивают налоги на имущество каждого жителя Брянска. Вы сейчас увидите, посмотрите, когда налоговый вам начислился за 17-е годы, в 18-м году, а мне уже многие, кто специалисты, работают и в городской администрации, и в областной доме, они сумели уже проанализировать, потому что документы они собирают и знают налоги. Так вот, домик под Брянском цена на стоимости налога на сам дом и на участок выросла в 70 раз. И старикам надо будет заплатить порядка 80 тысяч рублей. И ты, Николай Николаевич, скажи мне, тот земельный участок под Брянском, который служил под спорьем в кризис, людям, где они сажали там картошку, ну, чтобы выживали, помидоры, огурцы, как они вот с 8 тысяч рублей, многие там 10 тысяч рублей получают пенсию, как они сумеют заплатить этот налог и вообще во что это произойдет. И это мы сейчас говорим вот этим Селюбину, который возглавляет у нас партию Родину и говорит, Родина это Путин, Путин это Родина, мы за его движение, Владимир Владимирович победил на следующий срок. Не проще бы ли вести диалог с обществом и говорить, что у нас на самом деле трудности, а не говорить и орать о трудностях на каждом канале уже тошно смотреть. Включишь, по-первых, Украина, Сирия, Каталония. Это просто ситуация очень простая. Каталония. К нам уже на передачу обращались люди, вот из числа пенсионеров, кто по каким-то обстоятельствам или чуть раньше понял эту ситуацию, может быть, просто в силу там того, что были там вот к этому хочу сказать, что мы от идеи митинга не отказываемся, мы опять каждому говорим, что честным, законным путем мы должны выйти на мирный протест и показать, и даже тем самым помочь тому же Богомазу выпутаться с этой ситуацией. Если он сам не может, и он находится в рамках, что завтра он будет вынужден не две больницы сократить и объединить, а, вернее, не четыре больницы объединить, а все больницы объединить и сделать одну больницу в Брянске и принимать с Климова здесь этих самых больных людей. Поэтому вы не забывайте, что звоните нам в 64 59 12, записывайтесь, и мы сделаем митинг мирный протест, где укажем все вот эти проблемы. Но сегодня то, что налог на имущество это просто заставляет предпринимателей, если только не, подожди, предпринимателей, только выживать, вообще организируя, если еще платишь, то и кредиты какие-то на развитие, которые получил, то и население, вот как? теперь предпринимателей. Ну, а население к нам уже вот обращались пенсионеры, у него этот налог, получается, и так он еле живет на пенсии, а у него получается там 2-3 пенсии еще, он должен за свой домик, который сам же там построил, при том, это там, я не говорю, какие-то хоромы или что-то, а это просто вот участочек и домишко там покосившееся, вот, он должен будет ежегодно платить. Как вы думаете, чем вообще все это закончится? И не виноваты в этом коломейцам, Светкевич? Да, то есть вы тут не думаете, вот вы спрашиваете, вы там поддержите там какой-то взрыв социальный, там революцию и так далее, так какая разница, поддержим мы или нет? То есть... Людям жрать нечего будет, чисто. Да, ведь, ну, и что дальше? То есть, никто это заплатить не сможет, допустим, перестанут платить, пойдут там какие-то изъятия, да, какие-то изъятия, там эти пенсионеры, доведенные там до крайности, будут там отстреливаться, будут этих там приставов там, в приставов стрелять там еще в кому-то. Вот как вы думаете, в такой обстановке вообще страна долго просуществует? Вместо песен петь о импортозамещении, об успехах, может быть, реальную картину нарисовали, может быть, на самом деле здесь и должно вот организовываться гражданское общество, где должно быть понимание, понимание, понимание в кризис. И когда сейчас происходит по этим ларькам шмонание, понимаешь, изымание последнего этого товара, ну это же бред сумасшедшего. Вы, мы сейчас опять с вами выскочим опять в рыночную, именно в рынке, увидите, сейчас начнут опять барахолки, потому что люди будут нести какое-то последнее продать, чтобы просто прокормить себя. допустимо ли в 21 веке в Климовском районе детей в садике кормили пустыми макаронами, а в другом садике нашли, что жиров, мясо, ну что в соответствии госпотребнадзоровским нормам не соответствуют там почти все садики. Ну, в общем, походу никто ни о чем думать не хочет. нет, я понимаю, кто-то, они вот сядут, шуваловы, медведи, вот кто там, они сядут, ну, где-то же они, наверное, себе какие-то островки может и прикупили, и куда-то они дернут, но дело в том, что продавая нас, они это все делали, деркают. Вот, вот такая ситуация, высказывайте сейчас свое мнение, давайте мы дальше пойдем по вопросам, вот, на этой минорной ноте, значит, то про ГИБДД, ну, уже разобрали достаточно подробно и без нас в прессе, в принципе, ничего не изменилось, ну, так вот, по факту, там уточнили просто некоторые вещи, ну, мы, допустим, не видим, они все это делали, они все это делали, они это все делали, да, он должен был объяснить, так сказать, обосновать остановку, в принципе, я не возражаю, что где-то там мы посматривали, потому что мне, допустим, не нравится, когда опять там значительная часть пьяными ездят, там, или вообще просто как бы непонятно в каком состоянии, я не могу согласиться с тобой, когда вот я ехал с Москвой, и меня на каком-то перегоне взяли и остановили, а вдруг это бандиты какие, переодетые в полицейскую форму, в каком случае, да, здесь определенные все-таки оговорки должны быть, что это не ночью, что это не в пустынных местах, потому что я, допустим, тоже посмотрю, останавливаться, не останавливаться, сейчас не остановишься, пули полетят от твоего колеса. Ну, опять же, тут вопрос пули, ну, в всяком случае, ну, в прошлые времена всякие ситуации бывали, вот, поэтому, как бы, опять же, там, где это не надо, я думаю, что хватит ума, там, не, ну, не усугублять ситуацию. Налог на роскошь, но это вот как раз мы сейчас про это, так сказать, про это говорили, какой налог, на какую роскошь. Насчет вирусов, надо вовремя обновить систему, антивирусы, не кликать на левые ссылки, это банальные вещи, часто не соблюдаются, вы немножко не про то говорите, это другой уровень атаки был, и совершенно другие вирусы, это не та ерунда, которая касается рядовых пользователей, то есть, вы немножко не совсем понимаете, о чем речь идет, ну, ладно. Только ссылаясь, ну, это да, все про ГАИ, ночью, только на освещенных участках, ну, и так далее, Поклонская мочит вещи, ну, да, мочит, и, ладно бы она мочила, но не была бы она при этом депутата. Всех членов НОД советуют на психиатрическую экспертизу, но у нас вообще много кому не помешало бы, я предлагал, и в первую очередь на употребление наркотиков обязательно проверять чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Так, подконтрольные СМИ какой угодно рейтинг нарисуют, ну, рейтинг рейтингом, а вот неподконтрольные опросы, как вы помните, мы про это тоже писали, ну, действительно, реально достаточно большое число Путина поддерживает с этим. О первых каналах. Я человек, дай вот я выражу вот кольму это. Вы знаете, та система, которая в России принята по выдвижению президента, она не работает. Там только можно сегодня реально победить на выборах может только человек, который зависит от каких-то аллергархических групп, которые обладают деньгами, потому что покрыть такую страну наблюдателями это все участки. Я считаю, что должен быть принят закон о выборах особенно президента, где прописаны равные условия для всех. У нас же недаром там Госдума выделяет партиям там Единой России там что-то за 40 миллионов коммунистов, миллиардов этим, коммунистов 12, по-моему, миллиардов, или Жильновску 12, коммунистов 15 миллиардов. Сумасшедшие деньги. Я так полагаю, если выднулось сколько-то человек, должны быть просчитаны суммы, которые он может их потратить. И государство должно обеспечить вот этих людей, кандидатов, которые реально соберут подписи. Вот объявили фонд избирательной команды 5 миллиардов рублей. Вот выднулось 5 человек, 25 миллиардов рублей, и условно за цифру 5 миллиардов. Вот 5 миллиардов он должен вложиться. Каждый этот, не миллиардом, больше, не меньше, чтобы никакие деньги внутри не поступали. И тогда будут равные условия, тогда может быть нормальный человек, допустим, такой же, как и Юрий Юрьевич Болдырев, условно. Даже Павлу Грудинину, ему тоже не потянуть вот этот весь избирательный процесс со своего кошелька. Но и Путину не потянуть, если бы это все было. Без дебатов, без всего. Поэтому равные условия, я назвал энную сумму денег, условно 5 миллиардов, пусть это будет по 10 миллиардов. Раз в 4, а сейчас раз в 6 лет государство может себе позволить выделить на честные президентские выборы вот такую сумму денег. И строгая отчетность. Как они потрачены, куда потрачены и на что потрачены. Чтобы не было того, а то у нас желающих будет столько президентов выбираться, но по 300 тысяч не каждый собирает подписи. И партии. Партии, вот там есть в Думске 4, вот 4 кандидата, да, условно. И вот эти, кто остальные, кто собрал, я думаю, что не больше 5-6 человек купил. Эти деньги, равные условия, вот выделены, вот на эти деньги проводите все свои мероприятия. Как ты считаешь? Ну, я думаю, что в принципе нам не надо изобретать ничего принципиально нового. Мировой опыт есть. У мирового опять там кланы борются. Две партии, они собирают деньги сами. Но у нас сегодня, но у нас сегодня, чтобы провести честные выборы, на свои деньги ты их не проведешь. Не, ну, я здесь согласен, но я бы сходу, допустим, я не готов выдвинуть рецепты на все случаи жизни, но опять же, вот для чего нужен диалог, да, вот, один рецепт, другой, третий, ну, собрались, подумали, рассмотрели все плюсы и минусы, каждый со своей стороны оценил, можно что-то, какую-то разумную систему найти. А вот, ну, а у нас что, кто за этим занимается, кто-то ищет. А вот, Новозывка, Взлынка, Климовский район, с января снимаются чернобыльские выплаты и статус радиационной зоны ноткой, это или правда, никто не в курсе. Но мы не знаем, наверняка, вот, но в общем-то, то, что льготы, разнообразные выплаты и так далее, будут урезать, но вы же видите, что происходит. Аналогия на животных, что скажете? Уже у меня в блоге висит ссылка на петицию, я ее подписал. Ну, это, во-первых, просто идиотизм, потому что, во-первых, собрать не получится, потому что, как вы будете базу определять, кто где будет этих кошек, собак, хомячков вылавливать, вообще, кто узнает, если я тамок себе никого не, как бы, не пущу. это опять путь какой-то в никуда, это идиотизм, как бы. И не говоря о том, что, может быть, какие-то пожилые люди, опять же, там, одинокая сторожка, там, у нее одна радость, там, какой-то котик, там, или песик, там, с ней одиночество скрашивает, ее там еще обложит налогом, и что ей делать туда. То есть, ну, вот это вот, опять же, это очевидное слабоумие властей, тут даже, что тут говорить. Ну, согласен, да, что это просто, как бы, да, неприкинутый грабеж, и я оценил слабоумие. Вот такая ситуация. О каком кризисе вы говорите, Черник спрашивает, нас просто грабят. Ну, я, Черник, я же перед этим только сказал, что кризис из-за того, что нас грабят. Нас грабят и уводят все эти деньги в офшоры. И еще, потому что нас грабят, нас еще душат именно предприниматели. И сегодня, и сегодня я... с пределом. То есть, всегда, даже там, вот когда-то говорили, там, приводили пример какого-то жестоких правителей, там, Чингисхана, там, или еще кого-то. А тогда у них было там четко, вот, вот, десятину должен был отдать, там, на общий... А здесь отбирают все. Да, а здесь же никто не говорит, там, никто не считает. чем-то больше собственника считают, не поменят. А вы почитайте степное вложение Чингисхана тоже, в принципе, один из самых простых, в общем-то, достаточно справедливых законов, там, сейчас уже в разных формах, там, возможно, в разных изложениях дошел, но там очень много ценного было, на самом деле, потому что, и в принципе, одно из мнений историков, такое, что, собственно, Чингисхан стал Чингисханом, и создал самое, ну, до сих пор крупное государство в истории, именно благодаря тому, что, вот, внедрил такой достаточно простой, справедливый закон, потому что там, вот, не разрешалось, вот, кстати, я напомню нынешним властям, одни из важных положений этого закона, то есть, смертной казнью казнили только за самые жестокие преступления, и в том числе, обязательно смертная казнь полагалась тому, кто каким-то образом ссылался на своих высокопоставленных родственников, вот, если человека там, на чем-то ловили, он говорил, что я там чей-то сын, сват, брат, кум и так далее, то есть, вот, ему сразу в голову, за все остальное, там, смертная казнь в исключительных абсолютно случаях, то есть, могли там, в общем, в большинстве случаев как-то решить, то есть, не стремились они к этому, и другой вопрос, вот, у них был такой, что, вот, если странника, путника, в степи встретил, посади его за стол, и накорми, равно, точно так же, как и себя, вот, люди таким образом выживали, вот, так что, может быть, с чингискаром, они не мешают вспомнить, вот, мы правильно, мы правильно, мы правильно говорим, Евгений Станиславович, вижу, человек вдумчивый, и, это, неглупый, вот, налог на зверушек, не надо, но в избежание этих свор бездомных собак не мешало бы щенков или клеймить, или чиповать, и в базу, кто хозяин, вот с этим я сам согласен, вот, я согласен, что даже, может, какую-то разовую денежку за это брать, за чипование государства, и эти деньги от чипования направлять на содержание приемов для бездомных, которые образуются, и ввести какие-то штрафы, если вдруг по каким-то моментам, этот хозяин выгнулся в боку на улицу, обязательно. Вот это, спасибо, Винствен Станиславович, это мы говорим о, как правильно сказать, об общественном, как там, совместном труде, умственном, вот, к чему не стараются наши руководители. Так, почему не разобрались с торгами на миллион, который выиграл управляющий компанией управа подмосковное, на освещение деятельности губернатора, деньги предназначались в российской газете на миллион. Да вообще это бред, по-моему, какой-то. С какого перепугу губернатор выделяет бюджетные деньги на то, чтобы... А потому что, а потому что бюджет формируют, мой дорогой, люди, которые называются депутатами, которые никчемные, которые не смогли даже отстоять, и не проголосовать. Вот, Багмаз бы приехал и сказал бы в Москву. Ну, не проголосовали мои депутаты. Но они независимые. А ему скажут, а как же они не проголосовали, если на выборах ты обеспечил им победу, всеми подтасоками, всякими вариантами. Вот это заодно и хватается, потому что, когда приходит губернатор в областную думу, он должен сидеть, как на сковородке горячей. И они должны требовать с него и спрашивать. А он приходит и приказывает, и еще пальцем разит. Да, вот призывают ставить лайки. Ну, наверное, уже мы и вас утомили, и сами устали уже. Спасибо большое всем, кто нас смотрел и слушал. Да, еще раз напоминаю, телефон наш 6459-12-го досуточно. Записывайтесь туда, и примерно говорите, сколько человек с собой приведете на митинг, который мы готовим. Митинг опять против тех проблем, которые у нас сегодня существуют. И даже, наверное, он будет в помощь там уже Батамаза. Потому что диалог в обществе должен быть. И, как всегда, всех женщинам вынимают целую, мужчинам жму руку. Вы ни во что не вникаете. Ну, в такое количество вещей вникаем, наоборот. Вы внимательнее следите за нашими публикациями. Ну, и, опять же, регулярно мы отчитываемся о том, во всяком случае, что удается сделать. Хотя я согласен, что вникаем мы не во все, просто в силу того, что не можем мы охватить необъятное. А вам никто не мешает написать заметочку, снять видео, прислать все это нам. И вы видите, что... Когда люди так делают, в общем... О, Коля, Сидоров, кассир, это тролль какой-то. Неужели Кириченко, сука, приятно? Да, конечно. Что вы видите в нос, то, что не понимаете. Что я не понимаю? Зачем на это реагировать, как бы... А реально разобраться? Милый мой, подпишись своей фамилией настоящей. Приди к нам, приди к нам в передачу. Обсудим это дело. Да, поспорить с нами. У нас есть отрытый микрофон. Можешь даже без нашего диалога. Мы тебе 7-10 минут даем. Выскажи свою точку зрения. По любой хотя бы одной проблеме. А если ты такой умный, приди с нами, подискуссируй. Это в 11 часов. Красноармейская, 154. Отель Николь. Приглашаю. А таким умным быть за монитором и говорить, что... На это внимание особо обращать не стоит. Еще раз всем спасибо. Доброй ночи. Ну что, будем отключаться? Ага. Так, сейчас, секунду. Ага, я постановлю. Всего доброго.